И кстати, хвалитесь этим. Я вообще по жести пошел. Утром шлангожоппинг, потом соки, потом внеедение, до этого хурмы долбанул высушенный, я вообще как бог тут. Вот так вот. А что нет, хвастайтесь, если больше нечем. Не надо пугать людей, успокойтесь вы. Вот это все вот кичится всем этим. Зачем вы это делаете? Люди и так думают, что вы чудики, когда вы рассказываете про чистое питание. Зачем их травмировать? Пусть они лучше наблюдают энергию внутри вас. Пусть они интересуются. И не нужно сразу на них все скидывать. Ты встречаешь с человеком, ты не видел его год-два, он просто живет своей обычной жизнью. Он тебе совершенно просто вопрос не означает. Типа, как дела? И ты на него вообще там все про сыроедение ему рассказал. Вот что ты этим сделал? Выговорился? Тебе легче стало? Да кому это надо? Ты только испугал человека, сделал только хуже. Минус один, незачет, плохо, фу, не делай так. Только если заинтересовались, рассказывайте. И причем делайте это очень аккуратно, потому что информация слишком сильно против шерсти мнения большинства и очень тяжело заходит. Поэтому невзначай, делайте такие намеки. Вот я могу сейчас встать на стул и вам как стихотворение рассказывать про лечебное голодание, приводить примеры, даты, когда люди менялись, все у них было хорошо. Заснете? Неинтересно? Скучно? А вот так вот невзначай, сказав, есть такая тема, как лечебное голодание, загугли, найди книжку сам, прочитай, а какой автора не скажу, давай сам. Блин, вот тут есть эффект. Реально люди начинают открывать, искать. Вы делаете точно так же. Заинтересовываете? Заманиваете людей в секту. Вы же хотите, чтобы люди вокруг были осознанные, здравомыслящие? Вот. Станьте этим источником света, который заражает других, и они потом будут точно так же перетражаться. Тогда вы встречаетесь, сыроед, сыроед, зачет. Все. А что говорить-то? О чем говорить? Неужели в этом мире нет ничего более прекрасного, чем рассуждать о том, что ты поел, и чтобы потом из тебя это вышло через другую дырку? Кстати, никогда не задумывались, как было бы все проще, если бы дырка та была больше, чем вот эта? Включите воображение.